Меня зовут Чешков Юрий Арсентьевич, я советник Центрального Совета ВАИР по водному транспорту. Это не случайно, потому что более 50 лет у меня стаж работы водной отрасли, из них 34 на судне, начиная от матроса и до капитана. Как советник Центрального Совета ВАИР я занимался разработкой арматуры трубопроводной, которая очень широко используется на многих судах. И в этих разработках мне оказал такую огромную помощь журнал «Бесник арматура строителя», где были опубликованы мои статьи о развитии и изобретениях новой арматуры. И в 2018 году журнал даже выбрал меня автором года, за что я очень журналу и редакции благодарен. На сегодняшний день здесь на выставке «Нева-21» я представляю новую разработку уже ледокола целого такого судна с четырьмя патентами. И естественно на новой разработке мы будем использовать, стараться новую арматуру, которую часто мы находим на страницах журнала «Бесник арматура строителя», который печатает все новинки, которые только у нас появляются. Особенностью этого проекта является отличие принципиальное носовых обводов от всех судов, которые вы здесь увидите, имеющих такие вот округлые обводы. Здесь обводы ступенчатые. Что это дает? Дело в том, что по ширине обводов лед продавливается вниз и на это требуется меньше мощности, меньше силы, так как прочность льда вдоль кристаллов в 3-5 раз меньше, чем прочность льда на изгиб или на сжатие. Поэтому эти ступени сдвигают обломки льда небольшого размера, ну 3-2 метра ширины. Эти обломки проходят вдоль ступеней вниз, ниже нижней поверхности льда. Тогда легко эти обломки задвинуть под покров ледяной. Вот этими обводами корпуса они задвигаются, и это позволяет ледоколу создавать позади канал чистый от плавающих льдин. Все льдины находятся под покровом. Естественно, за ледоколом могут идти несколько судов, 5-10, в отличие от того, что сегодняшние ледоколы проводят за собой только одно судно, в трудном тяжелом льду. Они его подтягивают в отверстие в корме, ну не отверстие, а гнездо, оно так и называется, ласточкино гнездо. Второй особенностью этого проекта, этого ледокола является то, что для защиты винтов от каких-то обломков льда, винты помещены в туннели. Это увеличивает упор винта и защищает винты от поломок, что на севере часто случается при плавании крупнобитых льдах. Ну, как вы можете заметить, у этого ледокола нету руля. Ну, без руля и без витрил судно не может плавать. И роль винта играет водометное устройство, которое расположено в специальном отсеке. И имеются два сопла, через которые можно воду направлять или влево, или вправо, что заставляет судно поворачиваться. В чем выгода такого устройства? Выгода безопасности этого судна, потому что когда ледокол идет задом, задним ходом, то обломки льда от кормы разгоняются этими струями в сторону и получается также чистый канал. В общей сложности такое судно, такой ледокол требует на 30-40% меньше мощности силовой установки. Что особенно сейчас актуально для Арктики, где Россия в течение двух лет является председателем Арктического совета. Если такая инициатива будет выдвинута Россией, то все страны захотят строить такие суда и ледоколы, которые будут требовать меньше мощности, значит меньше топлива расходов и меньше выбросов в Арктику. Поэтому проект наш так и назван. Ступени в Арктику. В этом году в честь 15-летнего юбилея этого известного, очень красочного журнала «Вестник арматура строителя» я хочу на этой выставке НЕВА-21 поздравить весь коллектив, пожелать дальнейших успехов и нашего дальнейшего сотрудничества по внедрению арматуры трубопроводной на наших проектах российского судостроения. Субтитры создавал DimaTorzok